ГОСТЬ НА РАДИО РУССКИЙ БЕРЛИН 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 ГОСТЬ НА РАДИО РАДИО РУССКИЙ БЕРЛИН ГОСТЬ НА 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 РАДИО РУССКИЙ БЕРЛИН Варгавтик — это не что иное, как Варгавтик. Это правдивый, абсолютно правдивый человек. Так что, конечно же, просто необходимо, иначе и быть не может верить каждому слову Артема Варгавтика не только во время лекции про Чайковского, но и, в принципе, вообще. А какие еще композиторы вызывают такой интерес, содержат такую загадку в своей судьбе биографии, как Чайковский? Ну, наверняка Моцарт, да, может быть, Вагнер. Моцарт, конечно. Вагнер — это вообще любимый герой, потому что с ним столько всего успело произойти, кроме музыки. Начнешь разбираться, углубишься, провалишься и не вылезешь. У Листа еще исключительно такая авантюрная биография. Интересно. Так не странно, Антон Брукнер, тоже известный, мы не знаем, насколько любимый нашими слушателями. Вот в Берлине часто звучит. Часто, очень часто. Но, опять же, могут считать, что это как-то вот не для средних умов, что это какая-то такая... Не для средних, это скорее Вагнер. У нас, кстати, вот возобновился позавчера кольцо, кольцо в штат Сопере. Надеюсь, может быть, вам удастся попасть на какую-нибудь часть. Ой, хотелось бы. Всегда хотелось бы, всегда не хватает времени, всегда проездом и бегом. Но Берлин — невероятно, невероятно музыкальный, невероятно разносторонний город, да, с нашим невероятным количеством оперных сцен, концертных залов, плюс, конечно, Петренко, плюс Эшенбах, который пришел в концерт-хаус. То есть у нас невероятный совершенно очень-очень выбор большой для музыки. Но вот мне хочется, к сожалению, мы должны с вами уже потихонечку закругляться, чтобы оставить нашим слушателям возможность все-таки 15-го числа прийти и послушать последнюю часть лекции, потому что первая уже, которая сейчас была у нас в эфире. Мне вот интересно, вы современной музыкой, Артем, тоже интересуетесь? Вы следите за тенденциями? И современную музыку, я сейчас не имею в виду там Губайдулину, да, а именно современную вот такую вот поп-музыку, рэп, вот то, что происходит в молодежной музыкальной сцене. Или вы вне вот этого времени, пространства живете, исключительно общаетесь с мертвыми композиторами, назову это так? Нет, живыми тоже иногда доводится, но, честно сказать, вот в полном объеме я себе не представляю, что происходит даже в одном отдельно взятом рэпе, хотя эта сторона современной музыки мне, пожалуй, интереснее всего. Но интереснее именно с литературной точки зрения, потому что это просто некий абсолютно новый, может быть, очень странный, но исключительно действенный способ донести поэзию так, как ее еще никогда никто никуда не доносил. Вот за этим я слежу, и за достижениями отечественных рэперов, которые в основном друг другу матом кроют, тоже стараюсь, да, но это по первому впечатлению это так, а на самом деле ты понимаешь, что они совсем о другом. Да, это правда. И одному из них при этом есть что сказать, а другому вот кроме мата особенно нечего. И вот эту разницу как-то хочется почувствовать, а когда почувствуешь, хочется тоже ей поинтересоваться, углубиться в нее, потому что там что-то есть. Ну видите, значит, потому что вы сейчас сказали, все-таки есть какой-то интерес, все-таки немножко доразбирайтесь. Конечно, не так, как в Вагнере, Листье или Чайковском. Нет, нет, нет. Только пытаюсь разобраться. Это самое интересное. Артем Варгавтик был у нас сегодня в гостях в нашем эфире. Радио и тележурналист, большой специалист музыки, виолончелист. Кстати, вы берете в руки виолончели иногда? Достаточно давно уже не беру, просто не хватает времени. Но, как говорится, эту профессию и это прошлое никуда не денешь, бывших не бывает. Но все-таки вы сейчас на данный момент, конечно, больше теоретик, чем практик. Да, если можно сказать. Я практик в том, что касается работы журналистки и работы концерта. Просто это немножко другая работа. Лекции, передачи, радио, телепрограммы. В общем, достаточно загруженная жизнь. И все вокруг совершенно прекрасной музыки. Друзья, с 15 сентября в это воскресенье в 19.30 в музыкальном салоне Мини-Глинки Артем Варгавтик раскроет нам, ну, если они все, то некоторые тайны смерти Петра Ильича Чайковского. Так и называется этот вечер. Тайна смерти Чайковского. Приходите в Русский дом в 19.30. Билеты можно приобрести в кассе Русского дома и онлайн. Ну, я думаю, на вечерней кассе, конечно, тоже. Артем, огромное спасибо. Я желаю вам больших успехов в ваших дальнейших музыкальных расследованиях. Очень интересно, кто же станет вашим следующим героем. Мне кажется, вы уже всех композиторов, по-моему. Мне тоже. По-моему, это первый рай. Есть еще, есть. Есть герои, да. Ну, и, конечно же, я желаю вам, чтобы в Берлине у вас хватило времени, чтобы послушать что-нибудь, какого-нибудь Зигфрида или Валькирии, или Валькирии на худой конец. На шоу. Эфир продолжен. Спасибо вам огромное. Спасибо, Вероника Долина с песней «Дом Чайковского в клину». Достаточно тематическая. Артем, вам прекрасного Берлина, внимательных слушателей, ну и новых, интересных, занимательных расследований, конечно же, с хорошим концом. Спасибо большое вам. Спасибо вам, Маша, замечательного вам эфира. Спасибо вам тоже. Хорошей дороги в Берлин, прекрасного Берлина, ну и всего самого лучшего. Друзья, Артем Варгавсик был у нас в эфире сейчас. Радиотележурналист, человек, который знает все о смерти Петра Ильича Чайковского. В это воскресенье, в 19.30, приходите в «Русский дом», в салон Глинки и убедитесь в этом воочию. Вероника Долина продолжает эфир. Я прощаюсь с вами. С вами была я, ваша Маша. Счастливо. Пока.